Надо ли Путину лететь в Польшу в гости к Дуде? Политика Международное положение 8 февраля 1751 Надо ли Путину лететь в Польшу в гости к Дуде? Варшава пригласит президента РФ на мероприятия, связанные с 80-летием начала Второй мировой. Людмила Николаева Комментарии просмотров 5031 Фото Зюна Тес Материал комментируют Дмитрий Солонников в Польше заговорили о возможном визите в свою страну российского лидера Владимира Путина. Об этом в минувший четверг обмолвился пресс-секретарь президента Блажей Спехальский. Выступая в эфире популярной радиостанции РМС, на тему приближающегося 80-летия начала Второй мировой войны, он заявил, что польские власти намерены пригласить на торжественно-траурные мероприятия представителей всех тех стран, которые принимали в ней участие. «Мы заинтересованы в том, чтобы было как можно больше представителей важных стран со всего мира», — подчеркнул он. «И России? Вы направите персональное приглашение Путину». Тут же последовал вопрос ведущего. «Ни для кого не секрет ни в РФ, ни в самой Польше, а также в ЕС, США, сколь натянуты в последние годы отношения между нашими государствами. И не по вине российской стороны, которая периодически делает попытки наладить взаимоотношения». Спехальский не стал вдаваться в подробности, дав понять, что работа по организации памятной церемонии только началась. Лишь уточнил, что Россия также принимала участие в той войне, а мы готовы принять всех, кто хочет отдать дань уважения жертвам. Читайте также, статуи свободы и золота и ворота первыми падут под ударами русского каньона. Американцы назвали цели, на которые будут направлены подводные посейдоны. Датой начала Второй мировой войны считается 1 сентября 1939 года. Фашисты обстреляли тогда польские военные склады в Португданьска. Немцы до сих пор называют этот город Донцигом. Одновременно оккупационные войска пересекли сухопутную границу с этой страной на всем ее западном протяжении. Уже в наше время власти Польши не раз открыто обвиняли во всем случившемся, помимо нацистской Германии, также и Россию как преемницу не существующего уже 20 с лишним лет СССР. Впрочем, в чем только не обвиняла РФ в последнее время официальная Польша. Особенно много претензий по поводу, а часто без всякого повода, надуманных, обрушилась на нас после того, как эта страна стала членом НАТО. Ее политиков словно кто-то специально подогревает, провоцируя на международные скандалы. Достаточно вспомнить историю с разбившимся в 2010 году под Смоленском президентским самолетом, в катастрофе которого, по мнению наших соседей, виноват, конечно, Кремль. На волне антироссийской истерии стала развиваться русофобия, причем, в самой худшей своей форме активного неприятия всего, что связано с Россией. Даже говорить там на русском языке иной раз чревато. Мой давний знакомый, предприниматель, с которым мы в начале 1990-х путешествуя по Балтике на паруснике, неделю провели в Гданьске, Сопоте и Гдыне, куда он потом и перебрался с семьей жить, с недоумением вспоминал, как некие молодцы в супермаркете плевали, буквально, на его 18-летнего сына и грозили ему кулаками. Только потому, что разговаривал парень на великом и могучем. Было это в прошлом году. Антироссийская истерия привела в Польше и к массовому сносу советских военных памятников. К регулярным высылкам, или запретам на въезд, граждан РФ дипломатов, политологов, ученых, историков. Из недавних примеров депортация Анны Захарян, пресс-секретарь польского мемориального общества Кургск, реставрирует памятники советским солдатам. Нас высылают и мы высылаем. Опять таки свежие примеры. По запросу Польши в страны Шенгенского соглашения не могут въехать российские аналитики Олег Бондаренко и Алексей Мартынов, а в Россию директор Польского института международных отношений Славомер Дембский и вице-директора Центра польско-российского диалога и согласия Лукаш Адамский. В общем, ситуация оставляет желать много лучшего. Очень кстати было бы тут, конечно, приглашение президенту Путину посетить вместе с главами других великих держав, памятные торжества в Варшаве. И дата важная, и отличный повод попытаться хотя бы начать договариваться о нормализации отношений. С другой стороны, Россия в лице Владимира Путина в 2015 году, помнится, приглашала польского коллегу на юбилей Великой Победы. События мирового значения. Ведь без Победы в 1945 вряд ли бы были сегодня на карте планеты такие европейские страны, как Болгария, Греция, Венгрия, Франция, та же Польша и ДР. Не наша ли армия спасла тогда от полного разрушения исторический Краков, Варшаву? А возвращены Щицины некоторые другие западные районы, аннексированные в 1930-е Германией. Но на приглашение поляки ответили выразительным молчанием. Продолжив через короткое время рушить памятники нашим павшим за их свободу солдатам. Теперь вот надумали вдруг звать к себе на схожие по значимости события. Не более чем акт вежливости, чтобы не терять лица перед западными партнерами. Или вспомнили, как три месяца назад на ежегодном Варшавском форуме по безопасности, одной из главных тем повестки дня которого было утверждение программы так называемого Восточного партнерства, все его участники обсуждали не программу, а Владимира Путина. Как писал тогда Шон Уокер, корреспондент влиятельного английского издания «The Guardian» со всех углов неслось «Путин, Путин, Путин». А может, решили, что хватит уж негатива, пора налаживать контакты. В конце концов, вредит негатив в основном самой Польше. Это подтвердил в разговоре с корреспондентом СП Анджей Габарта, ведущий научный сотрудник отдела исследований Центральной и Восточной Европы. То, что отношения между нашими странами с приходом к власти Анджей Адуды, никогда не скрывавшего своих русофобских настроений, и его партии «Право и справедливость» лучше не станут, было очевидно, сказал Анджей Артурович. В этом смысле происходящий сейчас в политической плоскости, как принято говорить, ожидаемо. И это, конечно, сильно тормозит развитие экономических, культурных связей. При том, что рядовые поляки по-прежнему считают РФ одним из главных своих партнеров, в частности, в товарообороте. Хотя чисто экономического прорыва ждать не приходится, совместных проектов у нас нет. СП, многие эксперты сходятся на том, что Дудей и его коалиция пляшут под дудку своих новых верных друзей американцев. В политике однозначно. С подачи США поляки называют Россию своей главной угрозой на Востоке. Бешеные деньги заплатили за размещение на своей территории американских систем ПВО «Патриот». Общая стоимость контракта составила, как сообщалось, 4,7 миллиарда долларов АВТ. Ни самостоятельный поляк и ни в политике, будучи членом НАТО, ни в экономике, как страна Евросоюза. Причем, далеко не самое главное. Не она делает игру на европейской арене. В этом смысле, Польша, безусловно, заложник. Несколько иначе оценивает происходящее Дмитрий Солонников, директор Института современного развития. «Считаю отношения между нашими странами скорее нормальными, чем плохими», рассуждает он. Острота появляется в них периодически в связи с теми или иными событиями, неверно понятыми одной из сторон или затронувшими больную тему у другой. Как, например, гибель президентского самолета под Смоленском. И размещение систем ПВО близ наших границ, маневры ВМФ РФ в Балтике близ польских территориальных вод. В целом же ничего пока страшного, без напряженки. В этом смысле вполне естественно приглашение главы нашего государства в Варшаву на 80-летие начала Второй мировой войны. Читайте также. Плохая новость. Обновленный Джеральд Форд от объекта от стаи Циркона в США планирует построить 15 суперавианосцев, взяв под контроль Арктику и Южно-Китайское море и СП. Тут вот в чем вопрос, Дмитрий Владимирович. Их руководство в свое время проигнорировало наше приглашение на 70-летний юбилей Победы. Как будто не мы освобождали их страну от фашистской заразы. Мстительность не лучших качеств для политиков любого ранга, тем более, высшего. СП, не вне дела. А в том, чтобы заставить с собой считаться. Не слишком ли многое Кремль прощает своим западным партнерам, которые склонны принимать это потом за слабость? На нас давят, а мы в ответ только что не кланяемся в пояс. В данном случае, насколько я понял, речь идет о так называемом официальном протоколе. Ранг памятных торжеств Польши президентский. Приглашаются главы государств участников Второй мировой. Что касается того, что на нас давит. Да, не первое столетие давит. К этому давно пора привыкнуть, мне кажется. СП, как можно привыкнуть к подобному? Думаю, если бы наша власть жестче разговаривала с оппонентами из разных воинственных блоков, они бы вели себя по-другому. В современной политической жизни гораздо важнее быть толковым дипломатом. Я не думаю, что Путина в Польше считают мягким и пушистым. Да и не только в Польше. Другое дело, что Дуда со своей командой транслирует своим поведением то, что ему подсказывают США, Великобритания. И РФ не единственное государство, к которому он, судя по его риторике, испытывает некое показное неприятие. Задача Кремля, на мой взгляд, не оглядываться на таких вот проамериканских людей, а выстраивать с ними нормальные насколько это возможно отношения. Тем более, если они соседи. Новости политики. Политолог Сатановский озвучил сценарий большой войны между Россией и Западом. Международное положение. Статуи свободы и золота и ворота первыми падут под ударами русского каньона. Субтитры создавал DimaTorzok